Перед нами стоит задача выяснить, как влияют идеологемы, которые придерживаются русскими националистическими организациями, на их отношение к событиям в Украине, имевшим место с 2013 по 2015 год и отчасти продолжающимся сейчас. Для этого используем базу, посвященную русскими националистическим организациям. Вот она. Здесь представлены переменные, посвященные событиям в Украине. Из них построена одна интегральная переменная. Вот она. О том, как это происходило технически и содержательно, можно посмотреть в разделе публикации на моем сайте. Вот эта ссылка на припринт англоязычный. Касательно идеологемы, вот они здесь представлены, тоже есть статья в этом же разделе, вот она. И мы сейчас попытаемся выяснить, как идеологемы влияют на отношение той или иной националистической организации к событиям в Украине. Переменные, по которым измерены идеологемы и отношение к событиям в Украине, это категориальные переменные. Часть из них дихотомические, часть из них ранговые с тремя градациями. Исходя из такой природы данных, разумным представляется выбрать в качестве метода анализа лог-линейный анализ. Подробно об этом методе можно посмотреть на моем сайте, опять же. Кнопка лог-линейный регрессия, здесь не только сама регрессия, но и более простые вещи, касающиеся сути лог-линейного анализа. Обоснование того, почему здесь, допустим, не регрессия с спективными переменными, а лог-линейный анализ более актуально, можно посмотреть в разделе прогностические модели. Здесь есть ссылка на статью по этому поводу. Итак, начинаем с запуска Modules Selection, то есть отбора тех многомерных эффектов, которые являются значимыми. То есть, по сути, речь идет о двух и более мерных связях. Посредством этой опции мы находим, что связаны между собой шесть двухмерных эффектов. В смысле, значимы шесть двухмерных эффектов. То есть, связаны между собой попарно здесь с...